всем привет посмотрим сегодня мы с вами один из городков севера испании ави лес 3 по величине в астурии немножко так просто посмотрим погуляемся потому что погода зимняя типично наверное для севера испании типичный дождь у нас идет да уже не сказать чтобы такое прям раннее утро уже 9 утра но вот из-за дождя достаточно пасмурно я бы так сказал охарактеризовал бы в принципе ави лес и особо сюда не собирался но так сложилось что в общем-то было время но думаю когда еще представится возможность время и возможность как раз таки сюда приехать вот ави лес является третьим по величине городом в астурии после тихона веда его население составляет примерно 78000 и и расположен он в общем то менее чем 30 километров как от хихона так и вот астурии у вас турии так и вот авиеда от столицы авиеда вот тут тоже пушка там река течет большая ее потом подойду поближе сниму вот прямо до побережья до пляжа отсюда приблизительно 4 и 4 километра но туда я думаю мы не то что думаю туда мы сегодня не пойдем вот не поедем сильно там сейчас смотреть нечего подождю но даже если есть то много времени потратится мне вот сейчас настолько навелес нет поэтому так покажу чтоб вы были в курсе идем что интересное сниму это центральная получается его часть вон бегун побежал видите как спорт в любую погоду но если так смотреть да тут я так думаю дожди явно почаще чем валенсии тут соответственно если во время дождей прекращать бегать то то можно в принципе не начинать на такая вот площадь цвете сейчас с другой стороны тоже сниму старинная вот старый центр поездать ходят сюда я с хихона на поезде приехал билет туда обратно стоил как не идет примерно он 40 может 45 минут мой шел там каждый по разному но билет в общем стоил туда-обратно 3 евро 50 центов то есть это и туда не обратно то есть в общем то недорого но электрички такие не нового типа то есть валенсии по новей электрички если так смотреть то есть там туалет и те же самые есть раковины здесь не было по крайней мере то что я ехал было два обычных таких вагончика ну все нормально табло есть объявляются это то есть не то что там какой-то потопный ну так предыдущая видимо модель который прыгаем по пригородам ездят вот и вам сейчас сниму ну и также до объеда отсюда сравнительно недалеко соответственно вот можете ориентироваться в целом это конечно рабочий город и длительное время вот он именно функционировал за счет я понимаю энергетики за счет энергетики причем достаточно грязная чем много информации на форумах то есть сейчас ставят новые системы новые очистные сооружения вот уже вернее на многих поставили на некоторых поставят это происходит по всей в общем-то испании и астурии в том числе даже наверное в одной из больших частей поэтому таким вот такие моменты которые с одной стороны телефон зазвонил не дал закончить речь так вот с одной стороны получается идет улучшение то что улучшается экологическая ситуация но с другой стороны соответственно меньше нужно человеческого труда меньше меньше рабочих мест что стало причиной того что некоторые испанские города вот теряют население где прекращается производство добыча полезных ископаемых на грязная добыча переходят на новые источники энергии я вот проезжал очень много видел и ветряков и солнечных батарей прям стоят и все прочее по дороге поэтому не в астурии я имею ввиду вообще по испании поэтому ну соответственно как бы с одной стороны плюс для экологии для дальнейшего развития с другой стороны минус для для того что закрывается рабочие места ну вот это так небольшое лирическое поступление как раз как раз под дождь вот такая вот еще у нас площадь 1 тоже все неподалеку все центре тоже колокол тут кафешки видно сейчас просто не особо погода ну завтрак можно принять я уже я уже позавтракал когда приехал еще было темновато чтоб не терять время вот тоже украшено все воду ну и вот такая вот елка но в общем то она не горит если бы горела то я думаю выглядело бы весьма неплохо поэтому я и других городах конечно старался снять вечером здесь видите такой проход под ней есть вот смотрите такие распорки или как их назвать установили и вроде тут что-то собирается строится мы продолжаем с вами наш путь вот соответственно деревья уже да видите север уже деревья без листьев но это уже начинается буквально с центра испании как я ехал уже в риохе на уже даже арагоне уже в общем-то уже в общем-то в основном деревья стоят голые не считая хвойных естественно вон какой-то то ли театр в общем то он такой достаточно интересный здесь центр ну и не прям такой стоп совсем уж маленький школа художественная школа зашел поговорил с охранником из дома искусств кстати сказать цены весьма очень нормальный то есть вот у меня дочка рисует здесь бы стоило год обучения 190 евро но валенсии мы за два раза в неделю платим 68 евро и и возить приходится конечно далековато потому что других такого рода нет в общем так слову валенсии больше в этом плане музыкальные школы всякие развиты ну а про жизнь говорит чтобы жизнь да хорошо я читал что тут как бы много производства вот этого что с экологией не особо еще это спрашиваю с экологией не очень же то есть он говорит ну да не очень хорошо но вот так вот так жить хорошо но с экологией по крайней мере по его мнению даже не очень но так не знаю за что купил зато продал то есть это то что вот читал в плане испанских формов что пишут производства много сейчас улучшают ну естественно как бы оно одним днем не сделается парк сейчас мы наверно вот тут пройдем и с вами зайдем в парк и пойдем уже на обратный путь такая вот у нас избушка детские площадки так же надо ну по крайней мере о чем говорят испаноязычные форумы внимательно относиться мало ли вдруг кому-то захочется ехать в вавилес учитывая что тут не слишком высокие цены внимательно относиться к району к местам соответственно почитывая испанские формы понимаешь что как бы да надо здесь смотреть внимательно есть те же цыганские места вот проживание хотя не может в принципе везде есть ну вот я же говорю за что купил зато продаю что прочитал те же испаноязычных формах может они конечно естественно отличаться от нашего восприятия восприятие испанцев ну и также личностные какие-то могут быть восприятие к тому же уже может что-то изменилось с прошествием времени учитывая что далеко не все сообщения новые поэтому и даже этой пятилетки поэтому сур тут говорить вот а там идут уже более новые районы но я туда уже не пойду сейчас вам издали сниму он я вижу наверно не будет видно дом идет кирпичный вот здесь тоже но такого же до плана вот как красный кирпич а вот чайки прилетели чайки прилетели и гуляют под дождем ну в общем более новые районы я сейчас не пойду если вернусь оставим это для следующего раза сейчас давайте пойдем через парк посмотрим реку вот ну и заодно вот смотрите такое вот скульптура их много что во вьеда что в принципе я видел других городах астурии вот ведет такой вот мужчина с сигаретой идет теленка как я понимаю ну и вот такой парк достаточно большой но такой обычный растения газоны парк магдалена как было написано ну в общем то в общем то так так понимаю тут можно побегать по газонам но когда нет дождя сейчас это не очень удачная мысль ну идем далее ну и вот вы видите там идет промышленная зона трубы вон одна труба и вон там другие трубы я думаю это как бы не вся естественно промышленная зона идет ну дождик у нас кстати уже можно сказать прекратился погодка налаживается такая вот река там он тоже что-то грузят разгружают производство какое-то ну не знаю как мне кажется что в воздухе да чувствуется такой чуть он не особенно вот около реки ближе видимо под каким-то может промышленным объектом чувствуется что он не такой свежий даже в городе получше было ну может так кажется конечно может уже знаете может сам себя уже запрограммировал а может и нет поэтому не знаю так чисто чисто мои ощущения кажется что да вот что-то воздух такой не особо ну и вот такая набережная идет можно идти-идти и как я уже говорил 4 километра и оно пойдет в море ну а чуть поодальней прямо около реки есть пляжи вот такой вот город Авелес нас сегодня приветствовал надеюсь вам было интересно до новых встреч всего хорошего пока 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 Продолжение следует...